Данное мероприятие проводит глава неспециального образования. Я, конечно, пешком шел, а сейчас давайте сейчас по порядку. То, что у нас первая встреча произошла, мы определились. Я обещал вам, что я к вам приду. Мы все посмотрим на месте, все ваши проблемы, которые связаны и с переходом, и все остальное. Я сразу могу сказать, что вот обратил внимание, что вот там, где проходит этот переход, там пешеходного перехода, знака пешеходного перехода нет. Евгений Павлович, вот обратите на это внимание. Вот здесь я шел, проходил как положено по закону по переходу вот здесь. То есть, получается, люди, пройдя там, должны вернуться сюда и пройти по этому пешеходному переходу. Поэтому там нужно сделать пешеходный переход, с ГАИ, согласовать его, и чтобы людям было удобно, откуда уже, идти в город и безопасно. Мы для этого собрались. Значит, следующий вопрос. Давайте следующий вопрос. Что там у нас? А вот пойдемте. Пойдемте на месте, посмотрим. Вот вы в длину заметьте, да, вот тут, вот оттуда до туда. Нет, ну, здесь мы можем проходить? Да, можем. Можем? Да, можем, да. Можем, да? Все хорошо. Пошли здесь. Не пандусов, ничего нет. Вся инфраструктура города там, да, этот нужно довезти до ума. Тут идут 3 километра. Нам объясняли как, что вот эта пространство, вот именно здесь стоят поезда. Брут они все, нигде они не стоят. Вот здесь был старый вокзал, если вы помните. Все ходили здесь. Все, всю жизнь, 115 лет это мы. Все, я уже, я пенсионер. Все, у нас в детстве, у нас в роддом они здесь не уходят. Вот можно я сейчас скажу такое, у нас Роспотребнадзор в школе каждый год заставляет ребенку в днинику смеивать дорожную карту. Это закон, наверное, знаете. Безопасный путь от дома до школы. Раньше наш этот безопасный путь проходил вот по прямой, по прямой до светофора, до полиции. И потом мы поворачиваем на регулируемом перекрестке, там светофор стоит, налево. И вот она школа. Сейчас этот путь мы рисуем, это прибавляется, поверьте, больше километров. Мы его рисуем вот таким вот образом, безопасным. И он там проходит. Театральный Иванова первый нерегулированный прикрест. И второй нерегулированный, это Иванова и Карла Марксу. Ну у вас осталось все равно вот эта карта вот эта, но надо будет ее забрать. Дело в том, что это прибавляется километры. Не загружено. Оно загружено бывает такое, что ставят сюда цистерны, специально. Они стоят неделю. Это неоплачиваемые вагоны, которые здесь стоять не должны в черте города. Понимаете? Нет, в черте города им стоять здесь нельзя. Понимаете? Вот сколько нужно времени простоять, чтобы дождаться, чтобы здесь появилась, так сказать, преграда для прохода. Ну я не могу вам сказать по движению, я за движение не отвечаю. А кто отвечает? А движение здесь, полтора состава. Вот свободно, они стоят именно здесь. Да, стоят именно здесь. А там есть два пути, которые уже отступили. Мы с вами еще отдельно пообщаемся. Хорошо, прекрасно. Я вижу, что вы в вопросах этих разбираетесь. Нет, я не разбираюсь, я просто посидел месяцок, почитал в интернете, посмотрел карту Яндекса, где мы расположены, как мы ходим. Местецок посидели, почитали, значит, уже в чем-то разбираются. Да, значит, я объясню ситуацию, почему выбрали именно так, потому что есть у нас акт, да? Нормально, если что, мы опять возвращаемся к этому могучему документу. Это копия акта. Где они написали? Решение по выбору места основано на следующем. Дальность оси от основного места остановки длинно составных жд-поездов. Вы же прописали деньги? Ваши распорядки. И малое расстояние до высокой пассажирской пункты. Хотя и здесь пассажирской пункты, но мы не знаем. То есть вот эти два пункта учитывались... При выборе. При выборе, да, оси. Присутствовали, я уже спрашивал, шесть человек от РЖД. Один человек у нас был план из посредства. Дело по среднему сутранскому связи с Джабука, госпожа Шай, Татьяна Александровна. От органов местного самоуправления, якобы. То есть она одна единственная человек, некий пункт наш, не общественность, никто ничего не знал. Пришел один человек, подписал бумажечку, РЖД обрадовался, построил документацию. Это было у нас 14 декабря 2012 года. Поэтому представитель РЖД не может сейчас ответить на данный вопрос, потому что он не видел. Может быть видел, может быть, он знает про этот акт, понимаете. На основании этого акта делалось все. Есть еще, я ему уже показывал, есть такое распоряжение. Это РЖД, документ внутренний. Он висит. Но вы наможете вот эти копии документов передач? Прежде бога, они в интернете, на сайте, их очень много. То есть никуда они не прячутся. Как называется? Распоряжение номер 2655. Посмотрим на сайте. Помощнику подойдите, он запишет исходные данные. Вот, или сам нет. Хорошо. Ну, мы с вами еще, я вам дам все данные. То есть, где... Нет, материалы, которые нужны, мы тоже можем предоставить. Давай, давайте, давайте. Папочку с перепиской. Где пункт 17, место размещения пешеходных переходов, определяется комиссионно, с учетом, комиссионно, комиссионно, комиссия была, с учетом сложившихся пешеходных потоков населения, что не училось потоки населения, то есть никто не играл. Перспектива развития этого мы уходим по согласованию с органами местного самоуправления, запятая инфраструктуры населенного пункта. Значит, инфраструктура населенного пункта у нас находится вот в этой части. Вот она вся. Больница, поликлиника, автостанция, школа, детские садики. Логика понятна. Есть такая вот штучка, называется Яндекс.Карта, и мы не будем далеко ходить, да, то есть тут не надо копаться, искать карты какие-то непонятные, да. Вот у нас находится Яндекс.Карта. Вот новый переход, вот разобранный старый. Он же был, он же живой, я же не приходил сюда, не закладывал этот асфальт, понимаете. Значит, улица Микулина находится у нас вот здесь, вот она по прямой. Значит, вот у нас пошла наша часть. Полиция, высшая поликлиника, автостанция, то есть все здесь рядышком, вот она по двору. Детские сады, детские школы, все находится здесь. Берем дальше Яндекс.Карта. Далеко не будем выходить, пожалуйста. Я вам начертил специально, это я отсылал и Александру Юрьевичу Дрозденко, было это у Виктора Эвальдовича, тоже письмо. Это все было у них. То есть вот часть. Кто стараетесь с того перехода? Или уже после? Вот это вот, мы не знали. Вот это вот, вот эта вот часть осталась у нас без перехода нормального. Вот маленькая часть, которая получила удобство к данному переходу. Не надо далеко ходить, понимаете. То есть 80% населения, 80% населения осталось без удобства. Нам добавили всего лишь 6, если посчитать по опору. Каждая опора электрической стоящей через каждые 50 метров. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сейчас, семь и пять, 350 метров в одну сторону, 350 в другую. У нас остается 700 метров, это в одну сторону, чтобы ребенка отвезти в детский садик. 700 метров вернуться обратно. Это нам, это, наверное, так понимаю, сделали удобство ближайшим эшесунинам. Правильно? Пенсионерам, беременным, всем прочим. Наша просьба, огромная просьба, вот при представителе РЖД с вами, признать данный вид акта недействительным. Еще раз, согласовать комиссионным знамя с представителем органов самоуправления, законным органом. Вы понимаете, маневрового, который постоянно находится на станке. Постоянно здесь нет, но он вывозной, приезжали сюда, с Веймарной, делали разрывы. Специально, вы представляете, с Веймарной локомотивы пригнали? У нас, понимаете, сейчас все получается, начинают сразу все считать деньги, но это не самый главный аргумент. А можно было, например, сделать вот так вот, да? Вот туда вывезти его, и вот таким же зигзагом, да? И вывезти их вот сюда, на эту калитку. Вот это был бы хороший вариант, даже если бы мы отсюда сместились... Ну вот сместились бы метров на 10, на 20 туда, и вот так бы, и была бы разводка, получается. Те люди в две стороны, одни бы уходили в сторону вокзала, а другие уходили вот этим... Вот это был бы хороший вариант. Конечно, надо было с ними согласовывать. Я по поводу того, что все-таки письмо на имя главного инженера дороги нужно писать. Нет, дело все в том, что... Извините, еще раз капельно. Владимир Федорович, ясно, что писать. Но нужно понять, что писать, как писать. Специалисты... Рассмотреть этот вопрос... Рассмотреть можно. Ну его как рассмотреть? Его все равно же рассматривать вот с нашими родными, любимыми кингисепцами. Без них не надо рассматривать. Вот мы с вами уже без них рассмотрели. Вот это теперь рассматриваем. А вам теперь ошибки исправляют. Согласен. Только нужно, как говорят, полномочного представителя, да, а не всех. У нас есть. Чтобы был человек, который... Значит... Нужно, чтобы вы должны создать инициативную группу, кому вы доверяете, которые дальше будут с нами работать. Дороги нам тоже ремонтировать через такие собрания? Я понимаю. Ну, дороги через такие... Нам обещают их уже после газа. После газа. А газ нам еще лет 10 будут везти. Давайте сначала про что-то делать. Давайте мы сразу будем все делать. Нет, сразу не по-моему. Газ нам обещали начать везти в апреле. Теперь уже перенесено 8. Давайте пойдем и тогда пообщайте свое. Дело все в том, что по газу уже было совещание. Там всех собирали, там вопросы, на вопросы ответили. Вот, поэтому... Давайте по переходу уже. Конечно, один вопрос взяли и его решили. А по дорогам, по дорогам я могу сказать одно, что у вас есть депутат. Все, мы через депутаты. Который нам сделает дороги. Нет, он вам дороги не сделает. Он вам дороги не сделает. У меня другие вопросы к депутату. Почему так произошло? Это раз. Второе. Значит, ваш депутат, он должен дать предложение в муниципальную программу по своему округу. Сейчас это муниципальная программа... Извините, как вас зовут? Елена. Елена, отвечаю на ваш вопрос. Значит, по дорогам. Записали в этом. Сейчас этой программы нет. Бюджет 2015 года принят без этой программы. Но в 2016 год мы примем уже с программы. Денег всех не хватит. Теперь, значит, дальше по газу. По газу собрание было. Но уж по газу, значит, Вадим Александрович, он уже эксперт. Он вас может проконсультировать. Вы с этого округа? Все с этого округа. Ну вот. Он вас индивидуально может проконсультировать. Можно записаться на путь? У меня такой вопрос. У администрации сложилось впечатление, что этот вопрос никогда не будет закрыт, пока здесь не появится переход. Сложилось у вас лично такое впечатление, что это вот ежедневная степная боль? У меня есть всегда в жизни твердое правило. Прежде чем вынести какое-то окончательное решение, я сперва должен все изучить, все посмотреть, выслушать, как говорится, вас и вас, и администрацию. И все вместе мы должны прийти уже к какому-то компромиссному решению. А какие примерно сроки? Ну, хочется какие-то определенные. Не, ну я не буду сейчас никакие сроки говорить, потому что я, честно говоря, не строитель, не специалист в этих вопросах, в какие сроки это делается. И вообще, и возможно ли это делать? Потому что, видите, мы посчитали вагоны, 65 вагонов становится. Нам говорят, что ходят больше вагонов. Они ходят, но они строят. Поэтому вариант, может быть, будет там немножко сдвинуться, но выйти на вашу вот эту, на эту или на эту. Там, может быть, останется вот этот вариант. Вот этот лучше в семье, нормально. Нет, ну... Можно небольшое дополнение? Да, пожалуй. Вот мне очень обидно, когда там вот построили переход, и получилось так, что мы здесь, ну, люди не самая первая сорта. В каком плане? До тех пор все РЖД, все нам говорят, что очень опасный переход вот здесь через железную дорогу был. И резко стал, все изменили. До тех пор, пока на Микулино был центр незрячих людей, этот переход считался безопасным. Был светофор, даже звуковой светофор, знаки о том, что незрячий пешеход до сих пор висят. Вот будет хорошая помощь, если вы соберете все вот эту вот информацию по истории этого перехода и все прочее. Это будет инициативной группе вашей, вот дайте ей поручение, чтобы они это все собрали. И мы тогда вместе совместными усилиями уже будем приходить к решению, понимаете? Хорошо, хорошо, мы постараемся дополнить всю информацию, которая у нас уже собрана. Ну вот... Да, 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 да. И Максим Юрьевич с удовольствием с вами пообщается. Будем надеяться, что... Да, мы договоримся до того, что устроят и вас, и нас. Вам есть свои требования. Ну вы-то в нас не должны быть, наша администрация городская. Конечно, конечно. Поэтому... Наш человек, это уже не СД. Дело все в том, что... Дело все в том, что действительно... В том ключе, в котором вы ставите вопросы, вы ставите их правильно. Единственное, что я еще раз повторяю. По каким-то вот срокам я сейчас не готов сказать. Но то, что мы полностью до железки все прокачаем и будем двигаться в этом направлении, я это вам ищу. Через средства масс-информации мы будем доводить вот эти промежуточные моменты. Так что, в любом случае... Вам спасибо за взаимопонимание и за желание двигаться в нужном, правильном направлении. Это наша больная тема, мы будем двигаться там скоро, пока не решится. Уважаемые Китисепты, я нарушать не буду. Я опять засеку время, и так же, тем же путем, как пришел сюда, так же вернусь обратно. Потому что, сами понимаете, что... И вот, в этой истории, в этой истории, в этой истории, в этой истории, вам нужны сумки с продуктами. Посмотрите на лево и на право. А то, господин Смирнов, так нам в том году обещал смену вообще поставить. И машины летят в пистолет. Да, я уже когда... Я сюда шел, я не ехал на своей служебной машине, я сюда шел пешком от администрации. Попутно, как говорится, посмотрел. Я обратно пойду пешком. И я уже обратил внимание, вы правильно говорите, вот там, когда выходишь, там нет пешеходного перехода. А пешеходный переход сделан... Там вообще не видно человека, потому что там стоит забор. Да. И когда человек выходит, и на машине едешь, там, здравствуй. Да, да, да. А пешеходный переход сделан напротив вокзала. Это мы уже сосчитали. Потому что ребятишки... Да, там два садика, одна школа. Это в прошлом году кто-то из... У вас в основном в первой школе учатся, да? В первой школе. В первой школе нет. Я в первой учился, с первого по десятый. Мы знаем. Я не полномочен отвечать еще за Гиша, за его слова. Ну, они утверждают, что не было. Ну, не было, значит, подпись подделана, да, Шаня. Ее надо тогда вызывать как мировая, узнавать. Она подписала. То есть нет, я сейчас немножко недопонимаю, да, то есть вы ссылаетесь на акт, администрация в курсе, и мы начинаем эту же старую долгую войну. Нет, администрация в курсе. Все мы подписываем, все мы что-то делаем. Мы тратим 1.800.000. Без их согласования в числе. Согласно словам Виктора Эбольдовича на этот данный тротуар, 1.870.000 было потрачено, да? Было потрачено, значит, у нас денежные средства на данный переход, и мы не знаем, почему, как они здесь появились и на курсе. Ну вот видите, как так происходит, вот просто мы не понимаем, почему народ, проживающий здесь, 2 тысячи человек, остались просто отрезаны от мира, и решили, что мы больше будем здоровы. Внутренних документов нет, чтобы мы согласовывались с жителем. С представителем, да. А, ну да, да. С представителем, да. Но не вами, вот, не инициативная группа, а полномочное, да, юридическое лицо. Вы юридическое лицо? А у вас согласованы? Конечно. То есть вот этот переход согласован с кем? Татьяна Александровна Шайки. Она являлась представителем администрации на тот момент, 12-м году. И на тот момент, в 2019 году, да? Да. По запросу РЖД сюда появилась, здесь она была или на кабинете была, Татьяна Александровна Шайки. Нет, здесь выходили сюда, прямо на место. А, то есть она смотрела сюда, она одна приехала, да, например. Нет, почему? Решение, оно, она, акт выбора места. Только акты, на основании акта вы и делаете? Конечно. Вы же затратили туда средства довольно большие. Вот он акт, любимый наш. Что ты государства? Госпожа Шай подписала. Одна единственная, тургом местного управления. У нас шесть человек, мы не били ее, случайно, шесть человек, шесть надо. А, по-моему, большой буйни. Так буйни, не знаю. Может быть, за деньги. Я не могу сейчас ничего утверждать, то есть по факту. То есть один человек решил судьбу, двух тысяч человек на сегодняшний момент. Подпись, пират. И мы должны быть счастливы и говорить большое спасибо. Неуполномоченный человек, который работает за зарплату, исполняет свои обязанности. То есть это не место, это не орган. Если вы считаете, что она неуполномочена была, значит, можно признать данную витаку действительно, правильно? Если представители администрации скажут, что мы ее не направляли, она сама инициативу проявила, не является юридическим лицом. Ну, давайте, может быть, мы не будем с вами спорить. То, что сделали там безопасный переход, спасибо огромное. Он очень нужен, потому что безопасность в первую очередь и для детей, и для взрослых, и для тех же бабушек. Но, сделав безопасный переход, зачем вы лишили других удобств? Тех людей, которые еле-еле вот с больными ногами переходят здесь по короткой дороге. Зачем вы заставили их ходить в переход, в длинный большой тяжелый переход с больными ногами? Вот сами попробуйте, на костылях или еще, не дай бог, конечно. Тут другой пункт. Дальше, у меня вопрос вот какой. Хорошо. Там переход, еще раз говорю, я не оспарю. Прекрасный переход, спасибо администрации, сделала наконец-то пешеходную дорожку вдоль улицы, и люди могут безопасно пользоваться. Но как пользуются те, которые, скажем, приехали на поезде из Москвы или из Санкт-Петербурга? С перона есть ступеньки. Они живут с этой стороны. Они сошли с перона с сумками большими. Им не надо в город. Вы здесь загородили, им это не надо. Им надо попасть в Ункрым. Почему разобрали здесь перо? Вот то, что было. Веками, не знаю, годами лежали здесь мостки, в котором было удобно перетащить. А там же вы как-то не ограничены переходы на эту сторону с платформы? Никто сам себе, если идет поезд или он стоит, никто не пойдет. Но когда все пусто, почему я не могу, когда пусто, перейти здесь переход? Причем еще раз говорю, сойдя с перона, не нарушая никаких правил. Я скажу с перона. Почему? Вот ступеньки мне надо в эту сторону. Зачем я буду вот так ходить? Правой рукой, левой рукой достанет? Давайте мы будем обсуждать здесь. Ну я правильно говорю? Да. Вот, пожалуйста, повернитесь. Вот ступеньки. Минимум расчетной длины маршрута движения основных потоков граждан и послужений. Вы сделали нам максимум. Основным потоком вы сделали максимум. То есть даже данные пункты, банальные ваши регламентные документации, вы даже это не считали. Потому что никто не удосужился просто встать, поставить лавочку, сесть и посчитать, сколько человек пересекает здесь, сколько человек пересекает там. А я вам скажу, никто. 70 человек в час. Это кто-то считал. Майевский мне клялся, что он вообще даже не в курсе. Это никто не считал. Нет, считали. Вы, она мне тоже делали. Нет, нет, нет. Бумажка есть какая-то. Ну, знаете, если вы полномочный представитель, обратитесь и мы вам дадим проектную документацию. Проектная документация, вот эти все пункты есть. И по поводу хронометража, и сколько человек в час, и сколько в поездок. Хорошо. Куда это можно обратиться, скажите, пожалуйста. Я уже сказал, я представитель администрации сказал, главное же не в дороге, там, а в дороге, в шерстах. Мы с администрацией попробуем добиться. Да. Я же ему сказал, что... А нет, без толку, и он отвечает. Вот сейчас, понимаете, чтобы у нас сейчас было какое-то решение, да, если мы... Ну, нам дай мне, пожалуйста. Не решение, вернее, а чтобы дальше было какое-то продолжение вот этих наших пожеланий, ваших пожеланий, да, вот. Нужно обязательно писать туда для рассмотрения, для повторного, для того, чтобы... Вы видите, то есть 24-го числа 03-го 2015-го года господину Танаеву администрации Ленинградской области отсылало обращение, то есть на ответ, ну, дали ответ, да, на мое письмо. Пишут, я еще раз вам читаю, для подготовки ответа на коллективное обращение прошу вас сообщить, в связи с чем и на основании каких документов было принято решение о строительстве пешеходного перехода, но он у нас есть же, правильно? Целесообразность восстановления пешеходного перехода в створе улицы Вокзальник. Мне такое же письмо, это было вам отправлено, мне ответили по-другому. Но администрация ответила, да? Да, потому что она отсылала также на вас запрос, на ваш, на вас запрос, и мне написали. В настоящее время ответ поступил только от администрации Кенгиземского района. Подготовить ответ на коллективное обращение жителей без информации о Октябрьской железной дороге не представляется возможным. То есть просто никто не удосужился ответить. Нет, мы не в администрацию, но ответили, так что... Ну, 20-го года до этого числа, понимаете? Давайте папочку вот этого. Давайте. Здесь родился, вырос я здесь, я уже на пенсию был здесь, и ходил по нему. Понимаете, у вас там есть своя тропка, вы по ней всю жизнь ходили, и так и ходите. Не надо тропки, зачем вы говорите про тропки здесь? Вот это я вам скажу, что это была вопросик задать. Вот это действительно была тропка. Вот это здесь была тропка, где вы сделали сейчас пешеходный переход. Вот это тропка была. Это вы инициативная группа, да? Да, конечно. Мы все инициативная группа. Почитайте, там все требования по поводу строительства этого пешеходного перехода вновь, которые согласованы с городом. Согласно чему вы делали пешеходный переход? Согласно акта выбора места, согласно проекта, был проект, все, на основании распоряжения 2665, вот я сейчас только показывал выписку. 2655, да? Да, есть, там есть ссылка на этот, если хотите, мы его вам можем полностью распечатать. Он у меня есть, не надо, не надо. А я знаю, потому что мы уже были в администрации, я видел там. Здесь, если не ошибаюсь, написано на 1 июня совершить согласование с местными органами самоуправления, да? Правильно понимаю? Что? Начальникам. Согласовать организованный местный переход? Все было согласован. С кем? Понятно. Подождите, с органами местного самоуправления, правильно я понимаю? Да. Возьмем второй вопрос. Что такое орган местного самоуправления? Кто это? Кто это? Что это? Это люди или там кто это вообще? Нет, ну, представители, администрация. Нет, не было согласовываться. Нужно было собрать сход, спросить народ, как бы, и так бы, бог не послал должность главы. Вот это депутатов, если меня спросить, никто не спрашивает. К сожалению, там Слава Зимуна, который Максимов указывает, это есть и нет места. Нет, ну представитель ЖКХ был? Нет, 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 подождите, мы говорим про органы местного самоуправления. ЖКХ был под ЖКХ, но ЖКХ на место не вышел, я не спрашиваю. Дальше. Пункт еще не является местным самоуправлением. Ваш документ? Да. Написано, пункт 17, места размещения пешеходных переходов определяется комиссионной, была комиссия, была, с учетом сложившихся пешеходных потоков населения. Учелся поток пешеходных потоков? Нет. Это раз. Перспектива развития, бог с ним, с развитием. По согласованию с органами местного самоуправления инфраструктуры населенного пункта. Инфраструктура населенного пункта находится у нас вот там. Орган местного управления с вами рядом находится. Вдень с вожаткой Татьяна Александровна Шай. То есть шесть человек РЖД были готовы согласовать данный проект. Один человек от органов якобы местного самоуправления присутствует у нас от сколько? Как получилось, что судьбу народа решает один человек. Без органов местного управления. Давайте будем считать, что на сегодня вот этого пешеходного перехода нет. Надо его сделать. Давайте решать. Вы по нему не ходите все равно. Мы начинаем, его нет. Хорошо, давайте выпьем другое место.